коллеги еще раз добрый день меня зовут древо денис я являюсь руководителем направления компании bars group предлагаю потихонечку начинать тем ли участникам которые подключились слушать презентацию слышно того кто докладывает ну то есть данный момент меня мы будем считать что всем слышно тогда потихонечку начнем у меня буквально вступительная речь я думаю минутки на 2 на 3 потому что сегодня информации будет как мне кажется достаточно много мы попытаемся по максимуму развернуть и рассказать о нашей системе для нас это не скажу что там еженедельный опыт до проводить такого рода презентации вот но мы все-таки решились вот спасибо нашим коллегам партнерам нашим компании россии которые оказали нам огромнейшую помощь в организации сборе данного мероприятия в рассылке вот огромное спасибо коллеги по окончанию данного вебинара будет направлен некий фоллоупчик вот такое письмо заключительное по итогам нашей сегодняшней с вами встречи вот так же те кто по каким-то причинам не смогли присутствовать или возможно отвлеклись ну или в принципе чтобы это материал лучше усвоился будет направлена ссылочка на youtube где данное мероприятие будет записано про можно будет еще раз посмотреть может их до вашей там дальнейшей работы может это будет вам нужно вот пару слов о компании а у партнер на сто процентов российский производитель российский вендор который работает на этой рынке уже более двадцати шести лет компания была основана в девяносто втором году наша компания достаточно опытная и профессиональная на мой взгляд до штат сотрудников превышает 1300 человек штаб-квартира находится в городе казань там расположен весь наш производственный блок большая часть наших программистов вот чтобы стараться быть выгодными да на рынке вот мы не держим программист в москве у нас разработчики казани вот так же наша компания представлена более чем 10 регионов в том числе и москве решение которое разрабатывают барсгрупп входит ресторминг-консези как полностью отечественный софт вот так же обладают лицензиями в стек фсб для работы с гостайной и рядом других сертификатов подтверждающих или иные наши права за время существования была наша организация была реализована свыше тысячи а то и больше проектов вот одним из ключевых пару слов стали у нас министерство финансов российской федерации министерство спорта минздрав наша сильная сильная сторона по суэр фонд содействия реформования реформирования жкх также реализованы проекты для ряда предприятий госкорпорации раз тех раз космос и прочих крупных организаций с госучастием на наш застрять внимание наверно на каждом из проекте из проектов не стоит так как мы сегодня собрались на цели рассказать и показать систему бизнес аналитики альфа биай с которой нас познакомит наш коллега наш продукт-оунер данного решения арслан катеев арслан тебе слово да добрый день коллеги как меня слышно денис хорошо спасибо да сегодня будет рассказ и показ аналитической платформы альфа биай четвертого поколения вот по формату то есть сначала презентация где мы с вами так скажем сверим часы чтобы в одних терминах общаться потому что ну это очень важно вот также после презентации я готов буду прислушать или почитать вопросы в ходе по списку участников с нами здесь как технические специалисты так и коммерческие блоки да то есть на технические вопросы я также готов отвечать вот по каким-то нюансам реализм и так далее вот и затем будет демонстрация на реальных примерах с интерфейсами вот как это все в действительности работы ну и собственно поехали альфа биай четвертого поколения эта платформа бизнес аналитики разработанная полностью в компании bars group находится в риетре отечественного кого потому что нам это очень важно как озвучил денис мы работаем в госсекторе и мы очень бережно следим за тем чтобы вся наша линейка соответствовала требованиям к государственным информационным системам ну и соответственно для би ту би сектор здесь также ничего там нету плохого какие же задачи обычно задают себе заказчики у которых уже довольно информатизирован бизнес процесс множество вот транзакционных систем которые по своему решают свои задачи вот но нету так скажем единого центра правды где данные между системами дублируются где возможно какие-то несостыковки одни и те же отчеты выгружаются в разных системах и необходимо ручная сверка вот все эти задачи и также перечисленные нас слайде могут быть решены с помощью аналитической платформы альфа чай как это работает мы позиционируем именно как платформу с набором инструментов комбинации которых имеет законченное бизнес решение в данном случае до аналитическая система как нас складе можем заметить у нас есть разнородные источники первичной информации это как структурированные файлы как хранилище базы данных такие уже какие-то рабочие темы как там 1s какие-то crm системы и вот все они являются источниками информации которые необходимо агрегировать анализировать консолидировать вот и как-то извлекать из нее знания вот ко всем информационным системам источникам данных мы подключаем альфу вот и затем закачивая в себя данные по пути их там очищает перерабатывая обогащая мы эти данные подготавливаем сверяем для последующего анализа да то есть либо это печать регламентных отчетов как строгой формы так и оперативные отчеты а также допустим интеграция с мобильным приложением либо привычная всем любимая визуализация в дашбордах да потому что топ руководству наиболее понятно какая-то динамика какие-то изменения какая-то графическая интерпретация анализируемой информации вот и таким образом есть источники данных разнородные мы информацию извлекаем и ее прям фразуем для анализа функциональная архитектура следующего то есть все что я рассказал чуть ранее здесь на расписано более подробно источниками данных могут служить как структурированные файлы db fcsv xml xl либо это привычные всем соапс сервисы либо по res ap какое-то обращение к системам да то есть это веб-приложение либо прямые запросы в базу данных и если имеется соответствующие права доступа и параметры подключения далее вся эта информация складируется во внутреннем религиозное хранилище вот так как мы не являемся каким-то отраслевым решением да то есть мы платформа позволяет анализировать как какие-то медицинские таки финансовую аналитику привезут ходить платформа позволяет внутреннее свое лекционное хранилище создать вот и как только мы информацию к себе загрузили мы начинаем строить аналитическое хранилище то есть классическая data warehouse где мы определяем в терминах многомерные базы срезы размерности и присущую аналитическую информацию которую мы уже потом можем визуализировать анализировать либо отдавать просто на печать вот и важно подчеркнуть что здесь вот на этой функциональной схеме описаны ну практически все этапы сбор обработки и визуализации и аналитическая платформа позволяет без написания кода аналитику все эти этапы реализовать да то есть это да можно сказать целых сервис где любые задачи система позволит решить так как обладает всеми необходимыми инструментами любые аналитические конечно же задачи вот по схеме технических компонентов до что мы используем и как это между собой взаимодействует это склад да то есть single page application облачное решение в приложении клиентская часть написана на мощном фреймпорке xjs свежей шестой версии далее сервер приложения это собственно само приложение аналитической платформы написано на датнет запускается под моно и чесли необходим запуск на линуксовых серверах затем сервер базы данных это постгресс да рекомендуется 10 версия и выше он устанавливается и на виндовый и на линуксовые сервера по умолчанию и отдельно выделяется all up сервер да то есть поскольку аналитическая платформа используется в больших промышленных решениях да и аналитические запросы формируются соответствующие то есть большие объемы большие агрегации большое количество показателей и чтобы обеспечить решение подобных задач было выбран алаб сервер монетариан он имеет открытые исходные коды и значительным разработчиком был пин таха вот мы исходные коды взяли и под себя дорабатываем да то есть клиент мы написали самостоятельность серверную часть соответственно алаб сервер мы также дорабатываем ну и сервер бдп уже зарекомендовал себя как надежное интер прайс решения для баз данных подробнее о реляционном хранилище да поскольку мы позиционируем платформу как некий центр правды среди множества подсистем у заказчика соответственно очень важно чтобы все данные между собой были четко связаны и зависимости были понятно определены вот именно поэтому был сделан выбор в пользу реляционного хранилища и соответственно при загрузке информации есть куча холидаторов инструментов настройки связи показателей либо определение минимальных максимальных значений и так далее вот и также вот в середине слайда можно заметить три строчки которые говорят о поддержке инструментов бигдата это пленораспределенные суббд гринплам и файловое хранилище hdfs hadoop да то есть жизнь такова что информации становится много и у заказчик действительно становится много информации и есть такая категория заказчиков у которым необходима поддержка работы с бигдаты где уже на десятки там гигабайт терабайт информация у них накопилась соответственно мы не стали изобретать велосипеды мы взяли мировых практик да то есть теньков сбер тех сбербанк они также использовали либо используют еще этот стек технологий который а также с открытым исходным кодом и все развивается и контрибутится да то есть мы не стали как-то отдельно менять аналитическую платформу мы взяли соответствующие инструменты которые решают задачи категории больших данных и с ними подружились да то есть на текущем сваде примерно представлена эта работа да то есть есть куча источников данных но их очень много либо их объем очень большой затем скажем сырые данные помещаются в хадуп где они ассоциируются с данными green plan green plan это по сути форк постгресса только в восьмой версии где сделан ну вот акцент именно на распределенные вычисления то есть это уже такая скорее аналитическая база потому что она быстро выполняет сложные запросы но вот много маленьких как для транзакционных систем она уже выполняет не так быстро то есть не по это не ее основное целевое назначение вот и соответственно в эту базу обращается наш all-app сервер к которому обращает собственно наше приложение но внутреннее хранилище подгресс также имеется в нем хранятся метод данные либо какая-то дополнительная служебная информация и как это все работает собственно вот в итоге да то есть имеются данные информации и знания мы подобным родом категоризируем эти термины то есть данные это то что в других системах транзакционных хранятся вот используя инструмент и т.л. экстракт трансформ лот также как внутренний инструмент аналитической платформы мы эти данные в аналитическое сначала традиционное раньше загружаем затем строим сверху аналитическое где определяем среды размерности и иерархии атрибуты вот и уже в таком фиде информация пригодна для извлечения знаний как для топ-менеджмента которому интересны графики и динамик изменения также для менеджеров среднего звена который работает с какими-то итоговыми суммами с агрегатами с аллапами также для обычных специалистов которым необходимо распечатать отчет посмотреть значение итоговое либо исходное вот и все это в одном окне в одном веб-приложении в облачном сервисе который также можно разместить в контуре заказчика и теперь поподробнее собственно к инструментам аналитической платформы это аналитические отчеты а лапы да то есть это классическая технология анализа еще с 80-х годов устоявшийся которая хорошо решает свои задачи по анализу а то есть но мы на работе с веб-интерфейсом с тонким клиентом через свой аллап сервер сделали большой акцент на скорость работы и на удобство и серии фильтрации форматирования экспорт в excel и вот на подобного рода частые такие нужные операции для пользователей вот и также хочу здесь отдельно отметить да что анализировать данные можно в прошлом настоящем и моделировать что-то в будущем вот текущая реализация антической платформы позволяет хорошо анализировать ретроспективную информацию и текущий так скажем планофактный анализ вот для эффективной аналитики сейчас ведутся активные работы а потому что мы уже умеем работать с большими данными которые будут источниками для нейронной сети и для обучения на соответствующих математических моделях теперь а также очень важный инструмент это регламентные отчеты да то есть excel и отчеты в бумажном виде у нас никуда не делись сейчас встречается кейс что необходимо просто анализировать данные в системе а подготовить excel которые потом данные анализироваться будут потому что так привычнее для там бухгалтеров или конечных пользователей вот подобный функционал есть либо сразу можно так скажем пиксель ту пиксель и создать рекламентированный отчет строгой формы с настройкой шапки с настройкой остров колон титулов вот и которые потом уже скачать и отправить на печать сразу же также аналитические панели дашборды то есть это те самые визуальные показатели и оговорюсь да что для всех инструментов как для конечного пользователя в системе есть и соответствующий конструктор а то есть конструктор алапов конструктор отчетов и конструктор аналитических панелей а то есть находясь в одной системе администратор сможет настроить сохранить опубликовать и в тот же момент пользователь сможет начать работать с новыми объектами аналитические панели могут быть гибко настраиваемыми и интерактивными да то есть при нажатии на какой-то элемент мы получим его детализацию там соответствующим соседним виджете и в общем есть возможность делать даже вроде живыми они просто как какая-то статическая картинка которая распечатается и ставится в отчет вот и это процессы это очень такой важный фундаментальный инструмент который собственно позволяет быстро решать даже некоторые интеграционные задачи потому что список источников он довольно большой и так скажем вполне достаточный для решения большинства задач по извлечению трансформации и загрузки данных если же у заказчика какое-то требование по работе с необычной суббд либо с каким-то необычным нетипичным форматом файла то подобные задачи закрываются в качестве проектной разработки то есть расширением прикладным функционал вот и это процессы от того что работают с файлами реализационными суббд либо веб-сервисами могут быть запланированы выполняться по расписанию чтобы каждый день каждый час каждые два часа мы имели актуальную информацию с подробным логированием что где когда откуда мы получили либо если не получили то почему либо например данные можно просто из одной системы в другую загнать если есть такой узкий специфичный пейс вот и также нетипичные на самом деле для аналитических платформ но требуемый бизнесом инструмент это форму подвода форму ручной корректировки значений да то есть мы все-таки позиционируем аналитическую платформу как аналитическую да то есть мы здесь данные только анализируем пришедшие вот но есть задачи и соответственно если есть спрос есть предложение по инструменту форму входа где мы позволяем используя удобный интерфейс в линейном виде данные смотреть менять и эти измененные данные затем тут же отразятся в отчетах на дашбордах скорректированные вот и так скажем поручная корректировка здесь реализована либо это вообще может использоваться как инструмент сбора отчетности да то есть мы сможем создать некую форму входа разограничить области входа значений по ролям и раздать соответствующим пользователям да то есть но сразу оговорюсь линейки решения нашей компании есть специализированная система учета и отчетности вот которые под это заточены здесь же как инструмент с приятной возможностью вот так же имеется мобильное приложение без этого никуда которая интегрирована с аналитической платформы из коробки и в основном нацелена на создание и просмотр аналитических панелей или же дашбордов да то есть они имеют множество названий как это работает то есть системе аналитик создает ну аналитик администратор создает дашборд аналитическую панель ее как-то видоизменяет и она в ту же секунду да при подключении к интернету появляется на планшете у руководителя да то есть из серии задач там уважаемый сотрудник мне к завтрашнему совещанию необходимая визуализация показателей по таким 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 то срезам уважаемый сотрудник идет в аналитическую систему соответственно как то описывает либо видоизменяет хранилище загружает в него данные строит срезы и интересующие размерности создает аналитическую панель да то есть реализует полный цикл анализа и сам своими циклами создает итоговую аналитическую панель которая автоматически появляется затем в мобильном приложении у руководителя то есть подобные кейсы решаются успешно и именно на это был сделан акцент при разработке аналитической системы потому что самая большая проблема подобного рода систем это что тебе необходимо значение показателей какой-то новый отчет чтобы его сформировать необходимо подключение разработчиков какие-то регламентные процедуры в общем все это занимает один два три там дня недели когда отчет готов он уже не так и интересен потому что здесь и сейчас он не был сформирован когда это было сильно нужно вот и подобные задачи решаются аналитической платформы так как имеется весь набор инструментов обеспечивающий полный жизненный цикл анализа информации вот ну и преимущества от внедрения аналитических систем они общеизвестны естественно не стоит забывать да что где есть преимущества там обязательно потребуются затраты да то есть если мы допустим автоматизируем процессы конечных пользователей по какой-то сверке информации и обезопасим информацию от вмешательства какого-то человеческого фактора то все это будет обучение соответствующих специалистов по работе в аналитической системе то есть будет необходим соответствующий штат аналитиков администраторов вот но в целом это всегда окупается вот и позволяет бизнесу двигаться дальше потому что многие тривиальные и даже не тривиальные процессы могут быть автоматизированы ну и мы создаем технологии меняем жизнь в наших масштабах в наших объемах Тенис уже рассказал в самом начале да ну и также наши крупнейшие корпоративные и государственные заказчики которые с нами работают вот в принципе что касалось так скажем вводной части где я ну только рассказал про основные возможности про жизненный цикл вот и сейчас готов ответить на вопросы вот я открыл чатик вот либо готов послушать если у кого-то есть микрофон вот думаю мы на это уделим часть времени потом будем двигаться дальше посмотрим на саму систему в чем основные отличия от конкурентов спасибо за вопрос Сергей основные отличия да к примеру так как мы работаем в государственном секторе в том числе да то есть отличие в том что мы не запрещены это первое вот естественно говорит о том что мы супер лучше аналитической платформы такой корпорации как Microsoft вот но наша отличительная черта допустим в коммерческом секторе либо B2B в том что мы являемся и вендорами и также оказываем консалдинговые услуги да то есть мы во время реализации проектов знаем свою платформу есть опыт ее внедрения есть соответствующие методологии вот и консалдинг консалдинг может быть оказан да то есть где как нужно внедрить какие показатели действительно стоит анализировать вот и мы отличаемся ну может быть не отличаемся но выделяемся вот этим своим подходом да то есть мы и разработчики и оказываем консалдинг и в общем мы знаем свою платформу и очень живо реагируем на фидбэки на какие-то отзывы вот ну и мы как я сказал в реестре отечественного а так целом вот у если между аналитическими системами сравнивать то мы также сделали акцент именно на жизнь цикл весь да то есть есть у нас аналитические платформы где супер крутая визуализация но например они себя позиционируют так что вы сначала в excel все данные там сведите подготовьте из других систем как-нибудь все пишите вот затем там систему загрузить а вот мы уже потом хорошенько визуализируем либо какие-то аналитические системы сделали акцент именно на супер аналитические инструменты да где там модели строятся либо там как-то все это анализируется да но где ну такие так скажем дата сатанисты нужны которые сидят и прискивают там пробелы в информации вот но нет инструмент регламентной отчетности нет визуализации либо там урезанный механизм detail вот то есть основные отличия это то что мы при стратегичном про это что мы и одна компания является и тендером и консалтингом и что мы обеспечиваем полный цикл анализа данных насколько платформы открыты для партнеров могут ли партнеры разрабатывать свои способы модуля визуализации возможно ли использование внешних обработок с помощью питон панас r и так далее этот вопрос пока открытым для партнеров и сторонних разработчиков но технологически платформа модульная то есть мы реализации проектов создаем прикладные решения которые закрывают конкретные потребности заказчиков то есть мы описываем конструкторскую документацию вот и сейчас как раз когда вот мы прорабатываем партнерские вопросы вот сейчас мы также проработаем этот вопрос но техническая возможность есть для подключения сторонних модулей по поводу модуля визуализации мы используем Amcharts и пока там еще не все фиджет видео мы перенесли но когда к дашбордам подойдем там я покажу думаю ну что мы решали задачи подключения сторонних каких-то визуализаторов вот и использование внешних обработок с помощью Python это пока в развитии потому что если честно по опыту нашего внедрения вот все задачи связанные с прогнозированием с моделированием они в основном только отражаются в ТЗ а когда начинаешь реально с заказчиком общаться ну нету потребности и понимания как ну так скажем работать с предъективной аналитикой да либо с глубоким анализом и так как нету не было реальной потребности мы особо в это не вкладывались но теперь она есть она растет и мы в этот момент развиваем пока пока нет возможности подключения но мы очень активно смотрим в этом направлении будет ли рациональным иметь работающую систему Power BI переход на альфа с точки зрения функционала и стоимости ну сейчас у нас очень много задач где ну импортозамещение идет да то есть Power BI там Сараковский аналитический систем сапа наши заказчики вынуждены уходить и переходить на аналитическую платформу альфа и тем самым она приобретает все привычные любимые фишки этих систем если уже что-то стоит и бизнес автоматизированный то я думаю если нету большой какой-то потребности либо внешнего факта я бы не рекомендовал да потому что внедрение аналитической системы это такой сложный итерационный методологический довольно емкий процесс и ну здесь не думаю что она будет рациональным но по стоимости я думаю очень та же но подобные запросы отдельно по ну по запросу готовы обсудить то есть API может при желании заменить парс веб своды как источник данных вот парс веб своды я сам был разработчиком парс веб своды и разработчиком аналитической платформы вот и я знаю какие задачи решают своды какие аналитическая платформа в сводах очень мощные стабильные качественные инструменты сбора который с помощью форм макросов очень сильно кастомизируется и там есть небольшой встроенный модуль аналитики в аналитической же платформе есть небольшой инструмент сбора информации но основной акцент сделан именно на аналитику вот здесь я бы порекомендовал использовать все таки своды как источник первичной информации вот но у нас естественно есть это процессы которые автоматически данные сводов смогут перекачивать в альфу и уже у себя анализировать да то есть здесь как классический вариант внедрения есть учетные системы и рядышком поставим аналитическую есть возможность внедрения без участия облака в случае если у клиента стандарт по безопасности весь трафик только внутри своей собственной сети да есть и активно практикуется то есть полное разворачивание на серверах заказчика как с UBD лаб-сервера приложения у нас есть соответствующие инструкции для операционных систем windows linux astri там cintosa вот то есть мы такие задачи и если стандарты по безопасности вот здесь я отдельно оговорюсь да то есть мы там не проходили не подавались потому что в линейке парсовских решений есть соответствующие продукты которые обеспечат уровень защищенности информационной системы да ну и это парсап аксесс менеджер и также задачи безопасности решаются уже непосредственно на самом контуре вот там антивирусы шлюзы в общем со всем этим антическая платформа работать может в этой экосистеме на предмет чего стоит проанализировать своих заказчиков чтобы выявить потребность в платформе альфа би ну на предмет наличия у них вопросов из вот моего второго слайда как минимум да то есть если у них есть как минимум подобные задачи вот то альфа будет интересно вот ну и это аналитическая платформа ну классический би вот и также у нас еще был опросник интересный который обозначал границы где имеет смысл альфу применять или нет вот но в целом это вот централизация информации какие-то общие аналитические срезы чтобы это все было в современном обычном решении да то есть без необходимости каких-то толстых клиентов отдельных инсталляций вот обычное решение вот и максимум автоматизации то есть доходило до того что после внедрения и автоматизации ну люди лишались части своих рабочих обязанностей кто-то это воспринимал с негативом даже сколько примерно может стоить разработка коннектора для источника данных которого нет у вас вопросы сколько может что стоить мы готовы обсудить отдельно по запросу вот и все зависит от множества факторов да то есть вы можете связаться с денисом треботом вот он соответствующий запрос на расчет стоимости сформирует вы уже такие разрабатывали да разрабатывали с чем ну да с фаер пирдом да то есть это не самое популярное с убд сейчас но вот в одном из университетов она использовалась где мы внедряли вот и такие коннекторы мы создавали потом к inf формиксу к IBM субботы также создавали вот ну вертика infinDB да ну в общем да опыт был разрабатывали либо каким-то нетиповым сервисом сервисом по каким-то сложным алгоритмам поддерживается ли кластеризация load balancing частичная загрузка фрагментация данных для приложения с очень большим объемом данных как я уже сказал задача очень большого объема данных мы решаем не самостоятельно а используя соответствующие готовые проверенные опенсорсные инструменты да то есть вот HDFS Hadoop он как всем известно очень хорошо кластеризуется да то есть масштабируется горизонтально и Greenplum это распределенная СУБД которая вот именно у него сделала акцент на горизонтальное масштабирование кластеризацию там отказа устойчивость вот и для решения подобных задач ну вот эти инструменты собственно и подобраны так точки и частичная загрузка для приложения с очень большим объемом с точки зрения размещения в оперативной памяти аналитического ядра да также с точки зрения оптимизации работы так мы используем полноценный Alaps сервер у него есть свои механизмы оптимизации то есть у него есть свой кэш который позволяет совершать in-memory вычисления где мы работаем с данными в оперативной памяти без лишнего обращения в СУБД да ну и всем известно что в памяти она обрабатывается быстрее чем читаются с диска так я думаю на этом мы пока приостановимся спасибо за вопросы и сейчас перейдем к демонстрации сейчас здесь все посмотрю как это у меня настроено и демонстрация экрана так я включил скажите эффективно ли интерфейс аналитической системы включить сиком в чат и видно ли его полноценно хорошо нет что там черный экран пока или черное окно возможно он пока загружается мешает серый экран так а сейчас Денис напиши мне отдельно все ок хорошо перед вами интерфейс аналитической платформы как я сказал это в приложении поэтому мы открыли яндекс браузер интерфейс интерфейс представляет собой single page application то есть мы по html никуда не ходим не гуляем вот и так как внедрение аналитической системы подразумевает под собой некую методологию то каждый шаг этой методологии отражен в элементе меню аналитической системы да то есть чего начинается внедрение с вообще лакомство с предметной областью построение ER модели вот и проектирование физического хранилища вот как только аналитики после проектного обследования все спроектировали начинается этап конструирования интерфейс системы позволяет из веб части создавать так называемые реестры или как мы называем бизнес объекты которые имеют набор полей своими кодами типами с какими-то ограничениями и связями ключами событиями но это уже такое вот также у реестров есть атрибутика хранения иерархического либо вертификационного и основная суть в том что создавая подобные реестры и описывая их содержимое в веб-интерфейсе системы после синхронизации да то есть есть у нас такой процесс синхронизации в базе данных автоматически будут созданы таблицы да то есть это по сути как веб-интерфейс для суббд где мы сможем создать сущности и под них автоматически будут генерированы скрипты которые создадут таблицы проставят связи соответствующие ограничения вот и тем самым мы так как не привязаны какой-то ответственности сможем любую необходимую для текущих задач проектированную базу создать вот ну и естественно никто не запрещает в и даже наоборот рекомендует в ходе развития проекта создавать новые сущности новые связи да потому что анализ данных это такой живой и татаративный процесс да и то есть мы когда окружали там заказчиком решения и там посмотрев на него через несколько месяцев и там обнаружили уже большой состав новых отправочников объектов что система живет бизнес развивается вот и появляются новые для решения задач вот так представлен инструмент для создания реестров которые имеют отражение в хранилище теперь когда мы знаем структуру нам необходимо его как я сказал у нас используются ETL процессы и вот они следующим образом да то есть некий такой визуальный конструктор где аналитик либо подготовленный пользователем либо администратор также в интерфейс системы сможет реализовать алгоритм по забору данных по его сверке трансформации и загрузке вот например здесь мы получается объединяем информацию по сути из двух систем одна система нам скачала данные в excel а вторая это какая-то сторонняя религиозная субэдэ в постгресс к которой мы имеем доступ где ну подобного же рода информация хранится и как то мы их между собой сможем связать да то есть об этом знает аналитик вот и он их связывает да обычные там джойны по каким халям какая будет итоговая структура и в каком это хиде в итоге в нашу базу сядет здесь есть исчерпывающий набор блоков который как я сказал может закрывать разного рода в том числе и немножко интеграционные задачи вот и из интересного так как мы являемся разработчиками парсгрупп то вот с барс веб сводами мы например данные сможем автоматически получать где мы указываем где расположено приложение как загружаем как что вот и к себе данные сможем перекачивать потому что это родная нам система вот также когда идет речь о больших объемах информации где десятки тысячи миллионов строчек необходимо перекачать то встает вопрос об оптимизации этого всего и вся оптимизация заключается в том чтобы снять или поставить вот эту калочку и система автоматически проанализирует набор текущих блоков и часть из них преобразует в SQL выражение которое будет выполнено на уровне субд как мы знаем на более низких уровнях операции выполняются быстрее вот чем например мы бы из разных систем в оперативную память все закачивали перебирали бы там это все вот здесь на уровне SQL это ну допустим процесс перекачки из одной чтобы подгрыз к нам занял секунды да потому что по соответствующему соединению там SQL вот а если это все делается в оперативной памяти то будет вот также есть возможность как я сказал запустить задачу то есть запланировать ее вот и чтобы она выполнялась этот процесс обновления данных допустим каждый день в два часа там не знаю только в сентябре в общем там такие хитрые условия можно задать создать как это все лагируется да то есть сколько раз кто запускал процесс потому что естественно вопросы изменения данных они очень важны кто когда и что с ними делал то есть сколько отработал блок сколько объектов было передано вот здесь вот 226 тысяч мы сгруппировали за 6 секунд ну в принципе быстро вот и разного рода представления всего этого вот и таких процессов обновления актуализации данных может быть очень много на каждую задачу вот и так же поскольку здесь блоки трансформации мы можем не просто актуализировать но как то допустим менять и генерировать новые данные на основании текущих хранилищ да то есть какие-то суммы посчитать куда-то их копировать либо произведения либо какие-нибудь более сложные расчеты также например здесь для очень хитрых элементов сейчас покажу есть возможность задания калькулятор различных различных интересных расчетов с помощью визуального редактора блокли да то есть это элементы визуального программирования вот и аналитикс может какую-нибудь там хитрую бизнес логику которую ну уже никак не описать в этой процессе реализовать здесь если там имя текущего пользователя который запустил процесс такой-то то там что-то что-то мне сделай посчитай извлеки потом из этого квадратный корень вот все это потом транслируется в формулы которые уже аналитическая система начинает понимать вот таким образом очень большой объем функционала именно в плане detail и есть кейсы когда просто из-за этого движка ну используется вся платформа потому что очень удобно без разработчиков решать задачи по экспорту импорту и трансформации значений теперь когда мы описали хранилище и загрузили в него данные мы начинаем думать что же нам нужно анализировать ну мы об этом думали естественно в самом начале еще но теперь начинаем это описывать допустим здесь мы начинаем создавать кубы где мы определяем что в разрезе чего мы хотим анализировать какие там есть иерархи как это все будет заведомо группироваться и какие срезы мы сможем из этого получить естественно в любой момент это можно отредактировать добавить новый срез новый показатель вот если стоит такая задача и ну в общем это можно делать здесь без сложных там бизнес процессов разработчиков вот и также в качестве источника данных для анализа используется как я сказал внутренняя суббд потому что мы данные перекачиваем к себе но если есть задачи ну так как данные перекачиваются некоторым интернет халом то супер актуальность мы обеспечить не сможем так чтобы секунду в секунду но если такие задачи стоят если у заказчика суббд то мы сможем натравить аналитическую систему на стороннюю базу данных имея соответствующие соединения вот и строить аналитику и все аналитические запросы сфальт во стороннее хранилище соответственно если там какой-то формочки аналитик данные изменит то в нашем алапе да это значение тут же ну актуализируется после выполнения соответствующего запроса вот но это все отдаются на откуп администратору системы потому что аналитические запросы могут быть тяжелыми и неплохо так нагрузить систему источник вот но и поэтому мы рекомендуем все данные перекачивать во внутреннее хранилище но если там аналитические запросы заведомо не тяжелые задачи актуальности данных стоят превыше всего то пожалуйста мы такую возможность позволяем также как я уже сказал есть возможность кэшировать данные и мы понимаем что если у нас данные хранилище обновились то нам необходимо этот кэш сбрасывать это можно сделать либо автоматически сразу в ETL процессах с соответствующими блоками обработчиками либо это можно сделать вручную для какого-то конкретного куба либо какой-то там общей размерности там чего-то еще вот просить кэш либо куба либо всех кубов либо вообще всего хранилища всех общих размерностей и виртуальных кубов отдельно про виртуальные кубы ну вдаваться в технологии что такое многомерные кубы для чего он нужен я не буду я думаю эта информация всем известна и соответственно куб он отвечает за какую-то сущность то есть его показатели и срезы и его значения если же нам в одном аналитическом отчете необходима информация по нескольким сущностям и они могут быть связаны по какому-то атрибуту то мы через виртуальный куб их сможем объединить в один и уже в отчете показывать информацию по разным сущностям вот теперь когда мы прошли третий этап разработки и внедрения мы по сути если к слайду перейдем нет не перейдем хотя можно я думаю если будет видно ладно будем мы уже теперь можем использовать конечный инструмент аналитики который будет видеть пользователь такими являются в первую очередь это лап представления они сейчас оно один из видов показанный экране где мы здесь например мы смотрим информацию по автомобилям сколько затрачено какая средняя норма расхода топлива вот и сможем провалиться в детализацию там по автобусам и узнать допустим что в таком-то казначействе закупили там Ford Galaxy на 5 миллионов вот здесь все они сгенерированы автоматически да то есть такие синтетические скажем так вот и здесь вот уже администратор сможет анализировать данные да то есть посмотреть итоговые суммы вот и работает с инструментами Алапа естественно и здесь есть возможность что-то убрать изменить допустим если я не пишу только стоимость посмотреть стоимость в срезе года выпуска какие год выпуска у каказика в Екатеринбурге сколько он стоил либо допустим сумму по то есть самые дорогие автомобили за двенадцатый год у нас вот ну такая возможно будет интересная информация сходу мы это все сможем показать где рамки вот визуализировав вот и здесь также веб интерфейсе вот накидывая заранее подготовленные в аналитических кубах размерности и меры аналитик сможет анализировать смотреть как что среди чего у него может быть отражено вот и соответственно здесь левая часть это конструктор вот и правая часть это уже рабочая область с данными здесь же мы сможем взять любой другой куб и уже у него например посмотреть какую-то там численность вот по номеру документа либо там что-то еще либо убрать госслужащий есть возможность выбора конкретных элементов какие-то работы с атрибутами фильтрация то есть здесь покажи там только тех у кого среднемечное зп больше 100 тысяч вот то есть он показал мне вот каких-то каких-то предыдущих руководителей экспертов и так далее также также есть возможность писать mdx формулы то есть я этого еще сегодня не говорил но так как мы работаем с сервером то он работает с mdx вот mdx это multidimensional expressions это язык многомерных язык запросов многомерных выражений вот и здесь уже опытный специалист сможет напечатать какую-нибудь формулу либо какой-то расчетный элемент создать вот работает с элементами и так далее вот и все это веб интерфейсе онлайн да то есть сделал тут же посмотрел изменил там сохранил ну и сделал свою работу вот вот возможность там расчетные элементы условное форматирование и различные другие интересности которые именно позволяет веб интерфейс для отрисовки большого количества значений здесь использован использована технология canvas да то есть это технологии которые используют google для работы в тех же google документах где много-много и чек там десятки тысяч строчек вот и это все то есть не html элементы а кусочки растрового изображения и соответственно для оптимизации скорости работы и отрисовки также подключается графический процессор да то есть это вопрос об в оптимизации и распределению мощностей вот это все можно сходу быстро экспортировать в excel да то есть я здесь какой-то оперативный отчет создал нужные мне срезы получил excel экспортнул и довольный с этим ушел вот естественно если я тут что-то изменю экспорт будет соответствующий вот это что касается инструмента лап представлений да то есть также столбцы можно в общем ну проводить классический bi lab анализ теперь как я говорил про отчетные формы да вот как они у нас в альфе выглядят это обычный ну не обычный но зачастую линейный список и здесь уже пользователь может менять значения здесь также могут быть сручные объекты то есть значение справочников здесь либо фильтрация по значениям столбцах либо могут быть какие-то параметры нет которые могут отфильтровать элементы вот микроавтобусы здесь также канвас да то есть ну может не заметно в демонстрации но чувствуется как это все такое легкое шустрое вот и можно заметить что там отрисовка тоже отложенная в общем сделала очень большая оптимизация по отрисовке этих элементов здесь различные условия параметров интервалы форматы также есть например условное форматирование пусть всем оно много так не тривиально пишется но зато большой спектр условий может закрыть пусть если значение больше то то цвет оно сделает таким и иконку давайте применить закрыть так больше сами кого нет да у нас хорошо больше десяти вот тоже такой комбинированный инструмент аналитики то есть мы там подсвечиваем какие-то значения вот и отчетности где мы здесь данные сможем изменить и они отсюда при сохранении в аналитическое хранилище попадут также есть возможности группировки да то есть такой лайтовый алаб допустим группировать так так и чтобы все были вот то есть группировать и настроить допустим там итоги еще вот но и вот этом все вот есть возможность вызывать какие-то обработчики события но вопрос о вебсходах здесь не такой обширный функционал но если есть задачи сделать какую-то колотилку здесь и сейчас там быстро то это очень легко можно сделать вот теперь что касается даже бордов они как я сказал могут быть живыми да то есть что-то фильтровать отрисовывать как-то между собой взаимодействовать детализироваться проваливаться вот картинки какие-то есть всякие разные есть подобного рода дашборды где свг карта вот здесь от первого количества правонарушений вот это они его меньше всех почти вот ну и здесь графики диаграммы вот каждый дашборд имеет внешнюю ссылку да то есть мы ее сможем куда-то расшарить и ну допустим на каком-нибудь портале вот и так же как я сказал все они имеют свои редакторы допустим редактор дашборда он такой а то есть также в пеп интерфейс вкладки какие мы там создаем удаляем есть возможность там откатиться назад нет нет к вкладку список диаграмм как это работает да то есть мы просто не знаю закидываем какую-то диаграмму dragon тропом берем какой-то заготовленный источник и хоп все у нас диаграмма отрисовалась вот здесь в дальнейшем мы уже работаем со стилями настройками как-то как-то еще вот и уже потом выводим информацию на просмотр где мы также все у нас объекты взаимосвязаны автоматически детализируем смотрим вот и все это создает аналитик не устану это повторять вот и также очень мощный и любимый нами инструмент создание регламентных отчетов смотрится вот так то есть он также очень похож на google таблицы можно сказать что мы написали да свои google таблицы еще одни здесь мы решили все таки взять сделать велосипед но под свои задачи мы реализовали наиболее популярный набор функций по форматированию по раскраске вот здесь колон титулы допустим ориентация текста группировку различные шрифты как это работает вот и мы описывая шаблон затем ассоциируем его с соответствующим источником данных источником данных может являться алаб либо какой-то прямой запрос базу данных где мы заведомо знаем что допустим нам не нужна какая-то группировка агрегаты просто мы хотим распечатать простую плоскую таблицу то есть так также можно сделать вот здесь аналитика настроил какой-то набор данных и как это все потом будет смотреться и мы сможем при просмотре веб интерфейсе посмотреть как у нас будет отчет вот здесь применились все мои изменения вот и допустим я не хочу печатать вот этот вот столбец а вот эти значения я считаю нужно посветить красным вот я посмотрел ах все и отправляю уже на формирование эксельки вот и таким образом довольно сложные с виду регламентированные отчеты можно создавать через веб редактор да то есть нет необходимости себя там это шаблоны отдельно создавать редактировать совсем в систему загружать все делается в веб интерфейсе в одном окне системы аналитиком не сохранять вот и также 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 немаловажно есть области печати еще а и допустим там если сумма спеша допустим нау вот он нам сегодняшнюю дату показал вот здесь скорее всего а туда и вот есть нау вот вот используя этот инструмент в системе могут быть созданы большое количество отчетов и конечно же все это покрывает слоем безопасности да то есть мы можем настроить безопасность очень гибко либо до функции системы и сказать что ты настраиваешь мне хранилище а ты занимаешься его заполнением вот а ты мне создаешь алапы вот то есть подобные функции можно разделить также можно разделить на уровне допустим самих отчетов да то есть какая-то категория юзеров видят свою категорию отчетов и вплоть до строчки да то есть если у нас есть какой-то реестр то не все строчки тебе доступны для просмотра редактирования то есть все это настраивается как для группы на роль либо на конкретного пользователя то есть администратора вот и все эти роли могут быть комбинированы вот также возвращаясь к ETL есть монитор ETL который позволяет администратору отслеживать что в системе творится какие были ошибки да то что то не отработало потому что ну либо ошибка конфигурации процесс либо например у нас не валидно среди тенинг хронии суббд либо в другой системе отвалился веб-сервис естественно данные не получим здесь мы об этом сможем так скажем сигнализировать вот резюмируя демонстрацию системы да то есть внедрение аналитической системы в экосистему заказчика с работающим набором приложений имеют под собой некую методологию внедрения которая разбита по этапам каждый этап этой методологии можно реализовать в аналитической системе через веб-интерфейс путем создания хранилища наполнение его информации затем определение аналитических срезов которые интересуют и создание соответствующей визуализации либо алапов либо аналитических панелей либо регламентированных отчетов вот с тем схемом обеспечивается полный жизненный цикл анализа приложений и скорость решения новых задач очень быстрая то есть от требования до реализации проходят там часы если есть вся необходимая информация и квалификация у администратора соответствующая но естественно системе нужно обучаться есть набор документации как для пользователя так и для администратора то есть как это все разворачивается какие компоненты взаимодействуют вот и как уже работать в самой системе как настраивать допустим создавать пользователя роли соединения экстракторонним базам как раздавать права доступа и как настраивать меню системы так же для каждого может быть индивидуально вот это в принципе все что я хотел показать и мы уже подходим к половине второго вот я думаю как раз осталось время на интересующие вопросы демонстрацию я не знаю не буду отключать но я не знаю что вы на экранах у себя сейчас видите вот коллеги готовы ответить на вопросы по системе либо какие-то общие а такие важные корпоративные данные на странице браузера как быть уверенным что браузер не станет слабым местом безопасности но здесь уже как было озвучено ранее если к требования заказчика входят требования по безопасности по обеспечению информационной системы соответствующего уровня безопасности то это уже ложится на плечи заказчика и такие скорее инфраструктурные да то есть кто-то работает допустим только через яндекс или только там через старые эксплореры вот то есть обеспечение безопасности это уже на плечи заказчика мы сможем проконсультировать у нас есть целая служба информационной безопасности вот ну и так же я на есть там возможность купить либо арендовать уже защищенные соды вот где все подобные задачи и все слабые места открыты еще какие то вопросы ну ну в любом случае если вопросов нет прямо сейчас можете задавать любое время через Дениса я думаю свои контакты как то оставят ну либо в общем как то до нас в любом случае эти вопросы мы оперативно ответим на любой интересующий вот ну и резюмируя сегодняшний вебинар и подводя ну так скажем некую черту по аналитической системе да то есть аналитическая система платформа с набором инструментов которые позволяют решать аналитические задачи и обеспечивает полный цикл анализа без привлечения разработчика но естественно если есть нетривиальные кейсы то модульная архитектура позволяет реализовывать прикладные решения и разработку для закрытия конкретных нетипичных задач вот компания фарсгрупп является и разработчиком и внедренцем собственного продукта то есть мы и хендер и консалтинг мы своим опытом с удовольствием готовы делиться вот фаза знаний наполняется документация также есть исчерпывающая вот и есть желание расти развиваться дальше вот на этом коллеги если вопросов больше нет я поблагодарю организаторов данного вебинара и проявили интерес данной тематике которая актуальна на самом деле и если быть честным именно в сегменте отечественного аналитических платформ не так уж и много которые имеют статус так скажем enterprise решений то есть их очень много появляются на каких-то небольших каких-то новых там модных но способных большие задачи либо небольшие импорта замечать какие-то крупные системы таких очень немного вот и мы относимся к их числу вот и наше позиционирование я также озвучил вот на этом еще раз благодаря организаторам всем желаю хорошего дня хорошего обеда вот хотя я не знаю какой качественный поиск всем до свидания спасибо